здравствуйте сегодня с вами я иван балтиков и рубрика авто за автопати ну что ж за окном осень льет дождь сыра листья уже почти все влетели с деревьев а у нас такая вещь фактически наступил зомби апокалипсис на столе у нас практически ничего нету пусто есть хочется а толпы диких зомби ходят по стране что же мы делаем мы берем наливаем воду смотрим что у нас осталось в холодильнике осталось у нас только вот столичка макарон изделий практически ничего не ладно так и быть есть немножко такой соли для спа ухода вот такая соль для спа ухода морская остатки старых ремостей перец черный молотый гвоздика банка открыть одной рукой сложно ставим на пол банка с мятой листьями мятым сушеными остатки всяких пряностей различных всякие пакетики лаврового листа прям смесь перцев еще какая-то фига тень все что осталось у нас баночка с красным перцем здесь что ж будем из всего этого делать макароны макароны с пряностями теми что есть и так вода скоро будет кипеть закроем крышкой быстрее закипела и скоро когда она закипит мы включимся для дальнейшего продолжения съемки возьмем столовую ложку соли для ванн соль морская добавок химикатов не нету то есть чисто чистая соль закипает вода также нашел необычные ингредиенты это семена подсолнечника что ж для экзотики мы кинем наши варево и эти семечки так вода закипела снимаем пушку убавляем берем лавровый лавровые листья берем немножко гвоздики много паунула на фикси не жалко так теперь берем приправы высыпаем оттуда их содержимое так еще немножко травки хреновки сушеной перец горошком кинули еще приправы красного перца помешаем все это можно увидеть что наш отвар приобрел уже некий цвет стоит запах различных специй в основном гвоздики и немножко перца сейчас мы все это немножечко поварим потихонечку у нас варево доходит сейчас мы кинем сюда семечки пожалуйста накинули сюда подсолнечные семечки а теперь главный ингредиент это листья мяты накидаем сюда листья мяты вот у нас вот такой получился практически суп в котором мы потом будем варить макароны доводим все это до кипения добавив огня вот такой у нас кипящий бульон почти что из семечек и мяты берем и высыпаем сюда макароны помещаем все это и закрываем крышкой теперь мы варим макароны вот наш макароны потихонечку варится потихонечку идет процесс варки убираем пену листья развариваются стоит в воздухе стойкий аромат и запах травы мята плюс гвоздика и лавровый лист что ж попробуем что у нас получается какой бульон получается такой пряный бульончик со вкусом травы то есть что-то близкое к щам семечки так что вот у нас получилось из макарона семечек остатков мяты и пряностей практически полноценный суп да он конечно без мясо да он конечно без рыбы но это не просто макароны это уже практически хороший такой и довольно такой небольшой как бы похожие на щей суп травяной суп с макаронками и все это в условиях практически пустой кухни из того что мы нашли холодильнике в остатках остатки макарон остатки пряности остатки травки остатки семечек то что не доели зомби заедем мы мы не зомби поэтому мы спасем мир от зомби потому что такой зомби не идет так пришло время слить буду и посмотреть что у нас получилось с макаронами все таки мы готовим варим макароны они столько делаем суп из макарон и травки так у нас получилось вот такая тарелка макарон с травкой и семечками кстати насчет семечек идея добавить их подсолнечных семян при варке оказалось очень удачным дело в том что они придали необычную такую составляющую то есть когда ешь макаронки то вот эти хрустящие семечки придают своеобразие плюс к тому в вареном виде они стали помягче в отличие от того что они были так если бы их им употреблять так потому что они лежали довольно длительное время а так они все сварились плюс варка убивают все микробы которые за время хранения накопились на продукты и продукты можно безопасно есть итак приятного аппетита то что не доели зомби доедем мы с вами был я иван балтиков и рубрика авто за автопати после зомби апокалипсиса до новых встреч и и и и и и и и